Из 25 миллионов лет самцов опять не будет. Расскажите, кто вы? Какая вероятность, что встретишь Иисуса Христа? От радости можно получить действительно инфаркт. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. С рыжими всегда больше проблем, с голубоглазыми всегда больше проблем. Даже я знаю, что ты спишь с его женой. Я очень внимателен. Быть умным хорошо, но не умно об этом заявлять всем. Друзья, спасибо, что смотрите сегодняшний выпуск. Он особенный, с превеликим удовольствием. Позволю представить гостя самостоятельно себя. Потому что регалий много, направлений много. Уважаемый эксперт, очень уважаемый мужчина. Мне кажется, это даже более значимо. Профессор Ситников, расскажите, кто вы? Консультант. У вас их много, но мне кажется, вы особенный. У вас так много направлений. И я даже затруднился представить вас правильно. И поэтому захотел, чтобы вы представили себя сами. Потому что у нас большая аудитория. И многие люди вас будут видеть в первый раз. Я не очень люблю говорить о регалиях. Для меня это скорее этапы неких моих увлечений. Удалось поработать в политконсалтинге. Мы были в свое время самой большой политконсалтинговой компанией в мире. Провели более 400 компаний в полсотни стран. И практически все проекты, которые на российском рынке политическом были созданы. Это «Идем выбор России», «Наш дом России», «Ельцин», «Лебеди», «Партия единства». Это наш проект. И в странах СНГ, и за рубежом, в том числе, в Латинской Америке, в ряде стран Юго-Восточной Азии, Европы. Пока мои коллеги, которых я очень люблю, и которые очень профессиональные, работали с процессом. Мне-то приходилось работать с первыми лицами. И поэтому постепенно меня эта основная деятельность вывела уже в такую работу индивидуальную в качестве консультанта, лайф-коуча, психотерапевта. Ваша речь подтолкнула меня задать вопрос касательно скромности. Люди одни говорят, и нас воспитывали, что надо быть скромным, надо быть сдержанным, нужно о своих достоинствах молчать. Скромность, скромность, скромность. Сейчас люди говорят, что вам нужно чаще заявлять о себе, нужно говорить о своих плюсах. Мое отношение такое, что ваши достижения, вот конкретно ваши, это не, так скажем, цвет глаз, это не длина волос, это не цвет кожи. То есть это те вещи, которые вам не природой были даны. Я хотел более грубый пример урологически привести. Вот этими вещами как-то, ну, например, размер груди женской. Этим, наверное, не очень правильно гордиться, потому что это тебе было дано от рождения, но то, о чем вы говорите, вам не было дано, вы это в себе развили и воспитали. И поэтому, вот когда те качества, о которых вы заявляете, это плоды ваших трудов и усилий, нужно ли стесняться о них заявлять? Ну, есть такая поговорка, быть умным хорошо, но не умно об этом заявлять всем. Помните, была такая передача, очевидно, невероятно. Помню. Я был студентом, первокурсником, и я, как сейчас помню, телевизор некогда было смотреть, очень много учился, потом я работал на четырех работах одновременно, чтобы там как-то жить. И я помню, как-то включил телевизор, приехал к родителям и включил телевизор, а там была передача, и капица говорит, у меня сегодня уникальный гость. У меня сегодня человек трижды доктор наук. И для меня это было шоком в трех разных науках человек. И я даже не могу сказать, что я об этом мечтал, но как-то меня задело, что вот такое возможно. Ну, вот, конечно, греет самолюбие, что я там сейчас единственный в мире четырежды доктор наук. Ну, и все мне говорят, Леш, когда пятая, с вестем, что у меня каждые десять лет новая докторская. Никто на пятку не наступил. Да-да-да. И Академгородок, которым я воспитан, там действительно настоящая наука. А в науке есть определенный стандарт доказательства того, что ты занимался какое-то время не ерундой. И то, что ты сделал, это действительно подтверждаемо, повторяемо. Это признано научным сообществом как новое. И признано, что это твое. Сама структура диссертации — это некая такая правильная, логическая упаковка твоей логики мышления, которая присутствовала у тебя, когда ты шаг за шагом, день за днем делал какие-то исследования, эксперименты, размещал результаты в совершенно разных изданиях. Здесь книжка, здесь статья, здесь доклад. И только ты один сам знал логику, которую ты заложил, и что ты себе и миру хотел доказать. Не случайно диссертация начинается с декларации гипотезы. Я описываю ситуацию в какой-то сфере и говорю, знаете, а у меня есть гипотеза, что вот это и вот это связано. И для того, чтобы ее доказательно провернуть, я сделаю вот такие действия, ставлю перед собой такие цели. А для реализации этих целей мне нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь действий, задачи. Потом я эту тему раскрываю, говорю, как это обставлено и как это в других лабораториях, в других направлениях, в других институтах, чтобы показать состояние вещей. А потом говорю, смотрите, я вот сделал первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, и цели реализованы, и я доказал, что моя гипотеза оказалась верной. Либо я опровергаю свою собственную гипотезу, что тоже является научным фактом. И вот как воспитанный в этой доказательной методологии такой правильной науки, каждый раз, когда я начинаю чем-то заниматься, мне хочется все-таки, чтобы, во-первых, логику моих действий поняли. А для этого надо в каком-то едином тексте описать все, что делал, что написано в разных книжках, в разных статьях. Только я же знаю, почему я это делал, и почему следующий ход моих действий был такой. И если ты действительно доказал, что это новое научное направление, ты доказал или проверк свою гипотезу, это повторяемо. Научное сообщество, в связи с тем, что диссертация, в отличие от книги, это диалоговый формат. Книгу ты издал, ты можешь даже не спрашивать, что по поводу нее думают, ты ее издал. А диссертация все-таки рассылается по всем библиотекам, лабораториям, авторефератам, вообще его сюда рассылается. Все это вывешивается открыто. Любой человек может написать отзыв, опровержение, либо проверку, любая лаборатория может это повторить. И вот этот диалоговый формат, когда ты предлагаешь экспертному сообществу сказать, вы-то мне скажите, я не зря это делал. Только вы можете оценить, что это новое, полезное. И только вы можете оценить, что это действительно сделал я. Ни у кого не украл, ни у кого не подсмотрел. В этом плане я человек очень увлекающийся, и с первичностью раз в 10 лет я нахожу какую-то новую интересную тему для себя и начинаю ее глубоко рыть. К счастью, у меня очень сильная хорошая команда, которая помогает мне это сделать более эффективно, если бы сделал я один. Например, в политконсалтнике со мной около 500 человек работает. В остальных сферах десятки, сотни людей. И вот нам удается сделать какой-то рывок, опираясь на ту большую практическую работу, которую мы делаем в политконсалтинге, в консультировании, трансформации организаций, создании фабрик мыслей, создании кроссорсинговых площадок, создании социальных проектов или создании корпоративных культурных организаций, тренингов, разработка стратегии, проведение стратегических сессий для больших компаний. Помощь в понимании, что такое политические риски, как их избежать, как выйти на новый рынок, как провести маркетинговые исследования и создать, например, новый бренд адекватный вот этой стране, либо этой группе населения. И получалось так, что мне даже не приходилось специально что-то делать для диссертации. Нужно было просто сесть, потратить полгода и упаковать в своей логике рассуждений то, что было сделано мной и моими коллегами за 8-10 лет. И вот со всеми четырьмя диссертациями так и произошло. То есть это не специально ради диссертации, просто это, когда закончили какой-то объем работы, это правильная с точки зрения меня, как ученого, упаковка того, что я сделал, чтобы этим можно было пользоваться, и логика моих действий, рассуждений, чтобы было понятно любому человеку. Я очень высоко это ценю, потому что сам через это прошел и понимаю, что действительно порядка 10 лет это заняло, у меня по молекулярной генетике, онкологии. И как человек публичный я часто выступаю, и мне казалось, что будучи доктором наук, я имею право, по крайней мере в своем направлении, заявлять, не прикрепляя это какой-то доказательной базой, потому что я доктор наук, я этим занимаюсь уже порядка 20-30 лет. И я могу сказать, вот оно так, люди, к сожалению, я это часто вижу, не понимают, говорят там чушь, бред, то есть человек сидит на диване, это, к сожалению, в нашем обществе часто так. Куда ты бьешь, шайбу там нужно в другую сторону, то есть все во всем разбираются, и, конечно, обычные люди очень сильно обесценивают, они не понимают, насколько сложен вот этот айсберг, да, сверху ДМН, а снизу огромный, и только я, вы, и те люди, которые через это прошли, знают. Но есть, к сожалению... Есть, вы знаете, есть закон Данинга Крюгера, человек, который не знает, он даже не знает, как много он не знает. Да, и я к этому пришел, я все менее категоричен, я стараюсь изъясняться, когда и свою позицию доношу, я вот смотрю и вижу себя 15-10 лет назад в некоторых, допустим, блогерах, и говорят, вот так, а они там все. А я говорю, высоко вероятно, скорее всего, мне кажется, наверное, можно предположить. И, кстати, та же диссертация, вы сегодня ее описывали, я понял, что на самом деле это макет жизни, да. То есть вы ставите цели, вы определяете задачи, вы начинаете работать, вы понимаете, есть такая глава, материалы и методы, что вам для этого нужно. И на самом деле ученый, наверное, может по идее, особенно такой, как вы, в жизни не совершать вообще никаких ошибок, потому что законы многие жизни он знает. Но есть парадокс, что несмотря на то, что мы смотрим, допустим, фильм ужасов и знаем, что это актеры, мы боимся происходящего. Несмотря на то, что мы знаем, как поступить правильно, мы иногда поступаем неправильно. Почему иногда нам интеллекта недостаточно и понимание ситуации, что 2 плюс 2, 4, мы иногда берем и пишем 5? Почему человек не может иногда ориентироваться только на сухие факты и начинает совершать ошибки? Когда-то Зиму Фрейд очень удобно упаковал описание того, что происходит в голове. Как нейрофизиолог, который первые 5 лет жизни резал мозги, я понимаю, что это не так, но так оказалось удобно. И вот разделение Фрейдом мозга условно на сознание, подсознание и сверхсознание, оно оказалось очень удобным с точки зрения психологии, психотерапии, описания и объяснений. У нас есть бессознательное. Бессознательное – это структура, которая освобождает сознание от рутины управления внутренними процессами. Ну, потому что там ежесекундные, миллионы сигналов. Человек бы только этим и занимался, что там регулировал, где поднять давление, где напрячь какую мышцу. Отлёкся, сердце остановилось. Да, отвлёкся, сердце остановилось, точно. И бессознательно взял он с себя эти функции и автоматически, в автоматическом режиме наблюдает за миллионами процессов, получая ежесекундные миллионы сигналов. Когда-то наш, на мой взгляд, гениальный физиолог Анохин открыл теорию функциональных систем. Фактически на теорию функциональных систем Анохина я был основан на науке, которая называется кибернетика, когда вдруг начали просто копировать то, как организм реагирует на понижение или повышение каких-то параметров. Как получается обратная референтация от рецептора какого-то гормона или какого-то вещества, и даётся сигнал на компенсацию и выработку этого гормона, или заявление потребности в этом веществе. И вот бессознательно получает миллион этих сигналов, и оно перерабатывает эти миллионы сигналов, и выделяет среди них наиболее важные, наиболее системные, наиболее злободневные. Помните, как в матрице Эйзенхауэра, который проходит, все изучают бизнес, как в бизнес-школах. Важное срочное, неважное срочное, важное несрочное, неважное несрочное. И вот примерно так же бессознательно определяет, ага, вот это важное срочное. Сейчас надо срочно сообщить сознанию, как изменить поведение для того, чтобы реализовать эту потребность. Не хватает влаги в организме. Тут же идёт сигнал, который бессознательно упаковывает такой сенсорный образ, и этот сенсорный образ передаёт сознанию оттуда, снизу. Например, тот сенсорный образ по поводу отсутствия влаги называется у нас жажда. Его словами нельзя объяснить. Но мы-то знаем, что вот это жажда. И бессознательно, кроме того, что оно подаёт сигнал в виде ощущения жажды, неудовлетворённости, что не так, как хотелось бы, что-то меня не устраивает жажда, оно же и подсказывает мне в виде таких галлюцинаций, и в виде доминанты направленности мышления на реализацию именно этой потребности. Я начинаю везде видеть, мне мерещится вода, капание воды, шурчание ручейка. И плюс оно мне подсказывает, видя вот таких образов трансовых, как я мог бы реализовать. Это очень просто проверяется на вопросе, представь себе яблоко. Если человек представляет яблоко, и кто раскрашивает-то это яблоко, когда он его представляет, я не сказал, какое. Если это яблоко красное, то, вероятнее всего, просто не хватает солей железа, потому что бессознательно знает, что в красном больше железа, и понимает, что надо больше красного мяса, вина, красных фруктов. Например, когда не хватает кальция, сразу возникает желание чего-то белого, сметаны, творога, звёздки, мела. И бессознательное, оно такое достаточно просто мыслит, оно либо хочет, либо не хочет. Помните, как блондинка, какая вероятность, что встретишь Иисуса Христа? Ну, 50%. Почему? Ну, либо встречу, либо нет. И поэтому бессознательное, оно либо хочет, либо не хочет. Третья структура сознания — это сверхсознание. Это общество у меня в голове. Оно формируется только у социальных животных и у человека, и оно адаптирует моё поведение как раз под то, что в одиночку не выжить, под то, что нужно обязательно мои желания как-то корректировать с тем, что нужно другим. Потому что если бы не было этого сверхсознания, каждый бы делал то, что хочет, не появилась бы цивилизация. Сверхсознание — то, что формируется воспитанием, культурой. Оно существует в виде таких нормативных образцов на уровне дихотомий. Плохиш, мальчишки, большиш. Хороший, плохой. Такие древнегреческие дихотомии фактически. И оно существует в виде... Вот это мы поддерживаем, это мы не поддерживаем. Поэтому человек внутри себя имеет вот эти ограничители. Надо, должен, обязан, так морально, так не морально. Это по-христиански, или это по-кошертному, либо это там по-халяльному. Между ними такая тонкая прослойка, которая называется сознанием. Вот там как раз логические операторы. Полезно, вредно, дорого, дешево, правильно, неправильно, перспективно, неперспективно, опасно, не опасно. И проблема этих трех структур, что они живут в одной голове, но говорят на разных языках. И в этой связи то, что мы считаем логичным, либо то, что мы считаем нужным для общества, это еще не значит, что бессознательная этого хочет, потому что она не понимает, как это удовлетворит ее потребности. Она же отвечает за реализацию потребностей моего тела, моих внутренних процессов. И это не всегда совпадает. И организм человека так устроен. Это очень хорошо описал последователь тоже. И фактически такой объяснитель Фрейда Эрик Берн, один из величайших психологов 20 века, он сказал, смотрите, бессознательное ведет себя примерно как ребенок, хочу-не хочу, такой капризный. А сознание ведет себя как взрослый, такой логичный, взрослый, осознанный, ответственный человек. А сверхсознание ведет себя как родитель, который все время говорит, так можно, так нельзя. И он предложил то состояние, в котором находится человек, когда какая-то из этих трех структур находится в более активном состоянии, как бы доминирует сейчас в мышлении человека. Назвайте ребенком, родителем и взрослым. И появилась замечательная совершенно теория транзактного и транзакционного анализа с двумя великими книгами «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры», которая простым людям без объяснения теории и психоанализа объяснила, как можно пользоваться вот этой моделью Фрейда. И поэтому то, что мы считаем логичным, или даже то, что мы считаем нужным, обязательным, должным, это не значит, что бессознательно этого хочет. И вот психолог и экономист Каннеман получил новинскую премию по экономике как раз за описание двух видов поведения. Логичное, разумное, осознанное и импульсивное. И когда он описывает поведение покупателя, он говорит, ребят, есть импульсивное поведение, которое там базируется на вот этих внутренних моих намерениях реализации потребностей. И есть логичное поведение. И они не всегда связаны. И покупки бывают либо такими, либо такими. Наши действия. Я сижу и говорю, нет, я не буду ей больше звонить. Пальцы сами набирают номер телефона. Невозможно возбудиться сексуально, просто написав в ежедневнике я сексуально возбуждаюсь. Нет, какие-то другие способы существуют. И они в основном связаны не со словами, не с тем, что я должен, или не тем, что правильно, а с тем, что я начинаю работать с бессознательным на его языке, то есть образами. Бессознательно мыслит образами. И оно и управляет образами, воображением. И поэтому не удается словами сказать, что успокойся, успокойся, успокойся. Да нет, не получается. Это разные структуры, у них разные языки, и каждый живет своей жизнью. Но при этом, вот когда удается найти баланс между ними, и вот на этом и держится такая практика, как психотерапия, работа с психосоматическими проблемами, когда психика вызывает или поддерживает какой-то патологический процесс, как раз и связана с гармонизацией потребностей, логики и социального давления. Условно, вот я придумал такую метафору, психотерапевты вообще очень любят метафоры, они хорошо запоминаются, и потом из них очень просто делать выводы. Ну, представьте себе, Саша, семья, папа, мама и ребенок проснулись утром. Папа такой потягивается, говорит, надо изучать историю своей страны, мы сегодня пойдем в исторический музей. Мама на него смотрит, улыбается и говорит, ну, про страну-то загнул, конечно, но в этом году вступительный экзамен в институт. Правда, пойдем. Полезно. Вдруг что вспомнят. Полезно. Она взрослый, он, надо. Родитель. Ребенок смотрит на него, подождите, 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 вы мне обещали зоопарк, бегемота, мороженое, не хочу никого в исторический музей. Ну, его берут за руки и тащат туда. Приводят в исторический музей, нанимают ему экскурсовода. Бедный экскурсовод там распинается, что-то рассказывает, что он слышит, что экскурсовод говорит, или запомнит. Нет, он же мыслями там, с бегемотом и с мороженым. Потребность у него другая. Она была совершенно другая, детская потребность. Как это в жизни проявляется, когда бессознательно понимает, что ты идешь не туда, где реализация твоих потребностей. Не нравится что-то, наверное? Нет, нет, нет. Оно делает по-другому. Проснулся утром, проспал. Стоп, стоп, подожди, подождите. Такое важное совещание. Как ты проспал? Я же никогда не просыпаю. Да я последний раз просыпал полгода назад. Почему я проспал? Такое важное совещание. А бессознательно не считало, что это совещание реализует какие-то его потребности. Оно не умеет мыслить цифрами. Для бессознательного 5 тысяч, 5 миллионов, 5 миллиардов, это просто 5. И поэтому оно не понимает, зачем. Оно не умеет мыслить цифрами. Оно не умеет мыслить количеством. Оно маленький ребенок, который либо хочет, либо не хочет. Спускаюсь к машине. Забыл ключи. Сел в машину. Так, права-то я оставил. Приезжаю на работу. Прополг дома забыл. Сажусь на работу. Провозился с какими-то визитками. Перебирал по визитницам. Опоздал на это важное совещание, на котором обсуждались такие важные вопросы. Бессознательно просто не дает. Если ты идешь сознательно, или потому что так надо, идешь не к цели, которые реализуют потребности, не дает памяти, внимания, интереса, талантов, способностей, просыпает, опаздывает, забывает. Это индикаторы первого уровня. Когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное, случайное событие. Если я просто забыл, или просто проспал, или просто опоздал, это ничего не значит. С любым такое случается, с небольшой вероятностью, наверное, раз в несколько месяцев я могу просто проспать, потому что устал, просто забыть, потому что не обратил внимания, там, отвлекся на что-то другое. Но когда несколько маловероятных, случайных, не связанных между собой событий происходят либо подряд, либо друг за другом, это называется знак. Вероятность этого знака, вот этого события комплексного, в математике считается условной вероятностью. Для того, чтобы посчитать вероятность этого комплексного события, нужно перемножить вероятности. Там будет 0, 0, 0, 0. Да. Если вот это раз в три месяца, одна сотая, это раз в три месяца случайно происходит, это в результате пять событий произошло, это уже одна сотая, пять раз перемножить, получается одна десятимиллиардная. Одна десятимиллиардная, это значит, в течение жизни такого не может случайно произойти, просто комбинаторно. Это уже означает, что на самом деле что-то связывает, между ними есть связь. А это связь то, что бессознательное просто считает либо вредным, либо ненужным, либо бесполезной тратой времени, сил, денег, внимания, сна, на то, чтобы туда двигаться. Дальше. Родители тащат ребёнка в музей, а он думает о зоопарке. Когда он думает о зоопарке, о бегемоте, о яблоке, он идиомоторно, внутренним взглядом смотрит в другую сторону, чем он идёт. Во-первых, напрягаются неидиомоторно, а вот эти микросокращения мышц, микросокращения, идиомоторные реакции, мышц, которые направлены движением не туда, куда я иду, вызывают конфликт и с точки зрения натуропатов либо с точки зрения остеопатов как раз это и есть причина вот этой напряжённости зажимов. Зажимы. напряжённые мышцы, которые не нужны для движения в этом направлении. Идёт конфликт мышц, вот эти разнонаправленные движения, когда тянусь в одну сторону, а одна рука тянется как бы в другую. Возникает вот эта перегрузка, которая становится проблемой потом для остеопатов, например. И остеопаты умеют с этим работать, они понимают, что как раз нужно помочь телу эту гармонию найти. и плюс ребёнок, который, ну, потом проблема с поясницей, проблема с суставами, но потом ребёнок внутренним взглядом, он думает о зоопарке, а значит, он, вот трансовые вот эти образы бегемота, мороженого затмевают то, что видят глаза, это называется транс. Транс – это когда мои сенсорные аналитические центры анализируют не то, что видят органы чувств. Когда я сижу на лекции, смотрю на лектора, глаза-то видят лектора, а мозг анализирует и вспоминает, как мне сегодня наступили на ногу в метро. И вот когда образ, мозг же может анализировать не то, что показывают органы чувств, а то, что он сам производит для этих аналитических центров. И вот когда я вижу эту картинку, как мне наступили, как на меня кричал человек, которого я толкнул случайно, это и есть трансовое состояние. Мы из одного трансового состояния попадаем в другое каждые пять минут. Вы вот сидите напротив меня двадцать минут, уже несколько раз в этот транс входили. Я очень внимателен. Тем не менее, у вас... Я сразу вспомнил пример, когда супруга говорит, так я же тебе вчера вот сказал и ты сказал, да. И ты сказал, купи себе эти туфельки. Да, это транс женщины иногда у нас получают дозволение или согласовывают те вещи, о которых вроде бы... Ну, наверное, да, сказал. И в результате ребенок просто не видит дороги, а значит, он спотыкается, ломает, вывихивает, царапает. Человек за рулем в этот момент не вовремя нажмет на тормоз или там поцарапает машину либо собьет боковой зеркало. Это тоже, это знак второго уровня, когда несколько таких событий произошло, поцарапал, сломал, вывихнул, оступился, споткнулся, разбил фары, поцарапал машину. Это уже такое контрольное предупреждение, не туда идешь. Вероятность комплексного события тоже перемножается. Тоже не одно событие, а вот несколько одновременно либо друг за другом произошедших. А если вдруг ты продолжаешь туда идти, то есть бессознательно, как маленький ребенок, когда ты его насильно тащишь туда, куда ему надо, он падает на пол, начинает истерить, кричать. Это такой стресс от того, что обязательно понимаешь, что ты потратишься с время, силой, вместо того, чтобы делать то, что нужно для реализации потребностей, ты идешь не туда, куда нужно для реализации потребностей. И оно запускает процесс, который ускоряет процесс, который называется антропоптос, самоуничтожение организма. Не туда идешь, ну и жить тебе не надо. Дорогие друзья, моему проекту биочек уже больше года, и в течение года мы дарим людям здоровье. Он очень прост и понятен. Это возможность получить чекап на дому. Суть проекта очень проста. У вас берут анализы тогда и там, где вам удобно. Личный менеджер, выезд лаборанта на дом, и при этом цена этих анализов такая же, как и в любой сетевой лаборатории. Но при этом с заключением с результатами анализов вы получаете еще и бесплатную онлайн-консультацию крутого специалиста из моей команды. Биочек на страже вашего здоровья. В описании под этим видео есть ссылка на сайт биочека. Держите, я вставлю такую ремарку, как андролог. Есть такой белок, его называют белком старения, потому что он с годами растет. Он переносит тестостерон по организму, это ГСПГ. И мы заметили такую вещь, что одна из причин роста этого ГСПГ это как раз-таки психологическая или нервная кохексия. Пациент приходит на прием, говорит, я успешный бизнесмен или политик, я консультируюсь у разных коучей, сил, энергии нет. Смотрим, тестостерона много, ГСПГ высокий, и естественно тестостерон плохо работает, потому что свободного нет, потому что когда тестостерон связан с этим ГСПГ, вы им пользоваться не можете. И мы заметили, я в том числе, что действительно люди, которые взваливают на себя огромное количество задач, они получают рост ГСПГ организм, мы с друзьями называем это ручник, включает, мужской ручник. И чем больше нагрузка, тем выше растет. И один из способов борьбы, есть разные методы, кто-то тестостерон назначает, но это компенсаторно, вы даете больше тестостерона. Действительно, человек начинает просто больше отдыхать, задумываться о жизни, меняется, ГСПГ начинает падать, организм его отпускает. Он таким образом вас притормаживает, действительно, может быть, это в вашу теорию как-то входит. Нет, это не мою теорию, это так устроено, да, и здесь как раз, мне кажется, мне кажется, основным и главным результатом нашего самодиалога должно у слушателей сложиться понимание, что как раз мы с вами смежные взаимодополняющие элементы, которые способны решить большое количество проблем как раз вместе, что все болезни имеют психосоматический шлейф или причину, или поддерживающие психосоматикой условия. И поэтому, когда вот мы как психотерапевты сопровождаем гастроэнтерологов, онкологов, кардиологов и урологов, там, андрологов, то вот этот союз, вот это сотрудничество как раз и дает максимальный эффект. Потому что можно, конечно же, там, начать колоть тестостерон, либо прописать какой-нибудь андрогель, но если у человека повышенный кортизол, этот кортизол как гормон стресса, он адаптоген, гормон, который отвечает за то, что мы реагируем на внешние события. Вот у нас структура, помните, ретикулярная формация, которая отвечает за анализ значимости внешних сигналов, как антенны ПВУ. Когда вдруг она видит какой-то значимый сигнал в внешней среде, она так алармит, даже как антенна, если она заметила, что что-то попало в поле зрения, тут же алармит, что проснулся, проснулся оператор, на экран посмотрел, протер глаза и сказал, о, ну, это птица, и опять лег спать. И вот так же алармит эта ретикулярная формация, она будет, весь мозг, за сотую долю секунды, будет мозг, тут же выбрасывается кортизол, кортизол, повышается антаринолин, выбрасывается глюкоза, потому что сейчас надо будет либо драться, либо бежать, что-то происходит. И есть две структуры у нас, вот амигдалы, миндалевидные тела. Кстати, вот недавно прочитал статью, оказывается, что педофилия имеет свои причины недоразвитой с миндалин, именно поэтому структур, которые отвечают за принятие решения. И именно поэтому сейчас Государственная Дума приняла решение о пожизненной изоляции педофилов, просто это не лечится. И это на уровне высших ментальных функций, просто человек не умеет принимать решения, не понимает ответственности за принятое решение. Там недостаточно развитая структура, которая анализирует перед принятием решения. Если информации для того, чтобы понять, как именно действовать, если это мышка, то кошка побежит на нее уходится. Если другая кошка, кошка будет драться за территорию. Если это собака, она от нее будет убегать. В любом случае нужно какое-то действие. Для того и замечательный гормон кортизол и выбрасывается, чтобы подготовить меня, чтобы я прыгнул не три метра, а пять, чтобы было повышенное давление для драки, для убегания, чтобы глюкоза была для мышц. Но чтобы кровь притекла к мышцам головного мозга для быстроты принятия решений и органам ЧИ, чтобы лучше видеть в темноте, лучше обонять, лучше слышать, крови надо больше к этим органам, расширяются кровеносные сосуды всей вот этой внешней системы, организм переходит в режим такого «все для фронта, все для победы». Да потом разберемся с пищеварением, да потом с размножением, какое сейчас размножение, сейчас надо выжить. И организм через этот кортизол и адреналин делают следующее. повышается давление, продавливается вот эта кровь к мышцам головного мозга и органам чувств. Дальше кровь сгущается, потому что сейчас большая вероятность потери крови из-за ранения, травмы, да, на всякий случай, чтобы быстро свернуться. И поэтому кортизол называют гормоном смерти, потому что быстрый уж без кортизола это и есть причина инфаркта, инсульта и тромбоз. Откуда кровь-то взять? А это происходит за счет сужения кровеносных сосудов всех внутренних органов. Желудочно-кишечный инстракт и половая система. Сейчас не до этого. Соответственно, как только сужаются кровеносные сосуды, туда идет меньше гормонов, меньше кислорода, меньше глюкозы. Оттуда усложненный трафик всех продуктов жизнедеятельности обмена, отсюда застой кишечник недополучает и для собственной иммунной системы недополучает лимфоцитов, лейкоцитов, недополучает питание. Но при этом кишечник, насколько мы знаем, это вообще недавно официально признали, что кишечник это второй мозг. В кишечнике нервных клеток больше, чем в головном мозге. И плюс это главный иммунный орган. То есть главный иммунный орган перестает работать. Это в разы понижает иммунитет. Притом не на проценты. Тройной кортизол это в три раза меньше иммунитет. А значит все инфекционные болезни, которые только могут быть, а мы же живем в безвозвращенном пространстве, этот мир, на самом деле, этот мир микробов, они в нас всегда. И большинство тех болезней, которые вызывают урологические, гинекологические заболевания, они в нас всегда есть. Просто если нормальный иммунитет с ними справляется, то ненормальный иммунитет позволяет им размножаться. Кишечная палочка у женщины один из основных источников. Казалось бы, рядом живет, но вызывает иногда цистит. И тут же у мужчин это все проявляется тут же, вот эта тревожность, она тут же с повышенным кортизолом, это тут же простатит, у которого свои последствия в виде аденомы, потом, не дай бог, онкологии. У женщин тут же начинаются уритриты, циститы, потому что не справляется система. И это все не потому, что даже плохая иммунная система. Не потому, что есть эта инфекция, а потому, что просто кортизол по-другому распределил ответственность, он по-другому расставил приоритеты. Сейчас важнее другое. И вот если стало ясно, информация стала достаточно ясной, для того, чтобы принять решение, что делать, начинается действие. А что такое действие? Побежал, это значит, ты уже утилизируешь эту глюкозу повышенную, это значит, ты используешь повышенное давление, это большую концентрацию кислорода, учащенное дыхание, тебе это действительно нужно, и ты бежишь. И вот теперь очень важный момент, который опять-таки нас с вами делают союзниками в решении проблем в вашей сфере, в которой вы признанный лидер, авторитет, и так много делаете для профилактики и пропаганды, что действительно очень полезно. Я считаю, что не хватает у нас научно-популярных, а-ля, очевидно, невероятная, передач блогеров, достаточно много людей, говорящих о, а действительно специалистов, которые просто умеют, ведь вы же наверняка согласны с утверждением, что только человек, который очень глубоко понимает, способен очень просто это объяснить. Это надо очень хорошо самому понимать, чтобы объяснить простыми словами, чтобы ребенок понял, что ты имеешь в виду, но при этом, имея большие знания, ты делаешь правильно. Можно сразу вопрос задам, у меня на одном из подкастов спросили, почему вы такой серьезный специалист и на таких простых вещах говорите, потому что о серьезных вещах неинтересно людям, во-первых, на широкую аудиторию вещать и влиять на нее можно только через простые вещи, но как раз таки... А значит, понятные. Да, понятные. И умение говорить о сложном просто, это действительно сложно. Это сложно, но мне честно, я признаюсь, мне честно, это сложно дается психоэмоционально и морально, потому что у меня есть вот это ощущение... Гораздо проще сказать какой-нибудь термин, который специалисту объясняет много, а его очень сложно объяснять. Потому что когда ты говоришь просто, и ты вроде бы выполняешь сложные онкологические операции, делаешь какие-то реконструкции, а тут сидишь о таких банальных вещах там пить кофе, не пить кофе. И у меня вот это ощущение, что тем самым я себя принижаю и мне мое окружение профессиональное, которое не занимается научно-популярной медициной, они говорят, ты себя дискредитируешь, ты это... Но я понимаю ту пользу, которую я приношу, пока у меня получается с этим как-то бороться внутри, но у меня есть внутренняя борьба. Ну вот мы с вами в этом союзники, поэтому я могу поддержать только вашу позицию, потому что сам придерживаюсь в той же самой позиции. А дальше вот очень важный механизм, который надо понимать. Действительно, кортизол не случайно эндокринологи называют гормоном смерти, потому что быстрый выброс это причина инфаркта, инсульта и тромбоза, напомню, что во время ковида люди умирали не от ковида, люди умирали от тромбоза. И в этой связи вот эти выбросы кортизола здорово, когда человек тренируется выбросами кортизола, тренирует свою нейрогуманальную систему, и поэтому обязательно нужно читать страшные сказки детям. Заметьте, чем сложнее условия жизни какого-то народа, тем страшнее у них сказки. То есть детей готовят к этим трудностям через сказки. И обязательно взрослому человеку нужно иногда смотреть фильмы ужасов и заниматься каким-то экстремальным видом спорта. Почему? А потому что нужно тренировать свою кортизольную систему. Иначе даже выигрыш в лотерее может закончиться инсультом. От радости можно получить действительно инфаркт. И механизм выхода из этой ситуации он на самом деле очень простой. Если я иду по лесу и за деревом я темно, страшно, и за деревом я вижу, что кто-то спрятался, да, выбрасывается кортизол. Разу реакшен, вот это состояние ориентировки. Я не понимаю, что происходит. У кошки это вот ушки на макушке называется, когда она внимательно осматривается, готова к прыжку. И я в таком же состоянии, потому что сейчас появится информация, и надо будет либо драться, либо бежать. Организм входит в состояние. Вот стресс, термин, который ввел Ганс Селье, он немножечко напоминает состояние мотоциклиста, когда он на старте ждет выстрела стартового пистолета, чтобы сразу рвануть, нагоняет больше бензина. Стресс фактически это заслонка или дроссель, который мы открываем в квадроцикле или старых машинах или водном мотоцикле, чтобы прочихался мотор, но потом нужно обязательно закрыть, иначе он сгорит. Слишком много потребляется бензина, слишком разогревается мотор, он просто сгорит, то, что Селье называл дистрессом, длительным стрессом, разрушающим организм. Это ездить с открытым дросселем. И вот когда др-др-др мотоциклист делает для того, чтобы быстро стартануть, но если долго не стреляет пистолет, то просто сгорит мотор. И вот это 5 минут, 10 минут, даже ночь перед экзаменом, перед спортивными соревнованиями, перед прыжком с парашютом, да, я не сплю, да, я волнуюсь, но это ночь. А если это месяц? А если это год? Если это тревожность, каждое утро просыпаешься и боишься включить телевизор, когда ты не понимаешь, что будет происходить, как было во время ковида, мы же действительно не знали, пока прививка не появилась, никто не знал, что делать, даже врачи. И до тех пор, это состояние тревожности, я готов к прыжку, вот как мотоциклист. А вот когда волк вышел, то тут же мозг анализирует, ага, волки же, они же драться бесполезно, бежать бесполезно, он догонит, но можно залезть на дерево, в отличие от медведя, он не лазит на деревья. И вот как только я выбрал дерево, на которое мне нужно залезть, у меня начинается выработка гормона нейромедиатора дофамина, которая связана с мотивацией. Вот кролик, который убегает от лисы, у этого кролика адреналиновый стресс, адреналин, кортизол и повышенная глюкоза. А у лисы, которая догоняет кролика, тоже стресс, тоже повышенное давление, тоже повышенное сердцебиение, учащенное дыхание, и тоже много кортизола и много глюкозы, но в связи с тем, что кролик убегает откуда-то, у него цели нет. А у лисы есть, она видит, она его предвкушает, у нее слюна течет, она играет с ним, скорее чем. И вот когда начинает вырабатываться дофамин, а в дофамине метаболическая цепочка следующая, если помните, фениланин, незаменимая аминокислота, становится тирозином, потом допа, потом дофамин, а потом норадреналин. А норадреналин это гормон и нейромедиатор, во-первых, творчества, гениальности, способностей, это гормон правильного стресса, потому что норадреналин с кортизолом вместе абсолютно по-другому. Да, там уменьшено кровоснабжение к внутренним органам, но норадреналин с кортизолом, они другим механизмом восстанавливают иммунитет до базового уровня за счет изменения соотношения Т-хелперов-Т-супрессоров в сторону Т-хелперов. И иммунитет восстанавливается, и поэтому люди, которые находятся да, в стрессе, да, у них повышенная возбудимость, да, у них повышенное давление, да, у них учащенное сердцебиение и высокая глюкоза, но, во-первых, они действиями это все утилизируют, а, во-вторых, за счет того, что дофамин и норадреналин выделяются, потому что появилась цель. Люди, у которых есть цель, идут к этой цели действиями и ментальными, и физическими, они долго живут и вообще не болеют. То есть, хочешь долго жить, иметь цель? Поставь цель, и поэтому обратите внимание, и вы наверняка тоже заметили, Саш, что очень многие ваши пациенты и мои клиенты и пациенты во время ковида и вот этой непонятности ситуации там санкционной в экономике, да, у многих бизнесы разрушены, многие не понимают там, как развивать, какие риски, да, куда пойдет дальше там экономика, какой будет курс, да, какие будут возможности импорта, экспорта. Очень многие находятся в состоянии неопределенности, очень многие мои клиенты и ваши пациенты во время ковида интуитивно почувствовали, что нужно поставить цель в чем-то другом. Увлеклись марафон, триатлон, любой спорт, яхтинг, кайт, альпинизм. Кто-то поставил себе задачей подняться на Альбрус, кто-то поставил задачей сыграть токату и фугу и минор, кто-то поставил задачу выучить китайский, то есть они поставили, кто-то коллекционировать начал, они поставили какие-то цели в чем-то другом, мозгу совершенно все равно в чем ты поставил. И вот анализ того, мы только что вернулись, у нас есть проект называется Karma Travel, это путешествие места силы, где я читаю лекцию на какую-то тему, вот я читал лекцию про психологию долголетия как раз на Окинаве, на острове долгожителей, и вот этот остров долгожителей очень интересно, там есть целая наука, как жить долго с точки зрения жителей Окинавы, все думают, что это связано с диетой, нет, там относительно диеты всего одна рекомендация, она звучит так, ешь 80% того, что хочешь, а все остальное абсолютно против наших диетологов, например, они едят только свинину, ту самую свинину, которую наши диетологи говорят, что долго жить, хочешь ты, пожалуйста, ее избегать, да, они едят только свинину, они спокойно совершенно относятся к салу, а все остальное там ментальное, связанное с целями, с позитивным восприятием мира, социализацией, социальной поддержкой, там, благодарности этому миру, потому что так человек устроен, что если он какой-то объект внешнего мира наделяет какими-то чертами, то он сам потом эти черты и потребляет. Если человек верит, что это икона чудодейственная, исцеляющая, то для того, кто истинно верит, она правда исцеляющая. Если человек верит, что вот этот амулет, какой-то религиозный символ приносит удачу, он приносит удачу. Если студент верит, что этот пятачок добавит ему уверенности, он добавляет ему уверенности, и мы никуда от этого не денемся. Так устроен человек. Perception is reality, как говорят американцы. Мир таков, как мы его воспринимаем, мы не знаем, какой он на самом деле. Даже мы, хирурги, инструмент упал во время операции, когда ты стерили, надо наступить ногой, иначе будет ревизия. Да, во что? Одна из примет. Будет ревизия, пациент попадет повторно, то есть надо на инструмент наступить. Или, допустим, в полнолуние, и действительно это так, в полнолуние, когда оперируешь, шанс кровотечения выше. С рыжими всегда больше проблем, с голубоглазыми всегда больше проблем. И когда говорят, не оперируйте друзей, родственников, или когда, видимо, в это веря случаются какие-то вещи, потому что ты себя программируешь. Ну, конечно. У меня был опыт, я несколько лет работал менталистом в спецслужбах. Была непростая работа, меня привозили на какие-то допросы, убийства, и мне нужно было почувствовать, что происходило, что за человек это сделал. А на допросах почувствовать, почувствовать, где искажение информации. И вот задача была во время таких не очень приятных вызовов по ночам. Меня вталкивали в комнату, где вот только что произошло убийство. У меня есть один из дипломов судмен-эксперт, поэтому как бы я привык к этим вещам. И тебя вталкивают, там еще труп лежит. Все выходят, тебе дают 15 минут. Потому что пока там дознаватели обойдут все квартиры, только к концу следующего дня, может быть, им удастся обойти все квартиры и узнать, не видел ли кто-нибудь. А если кто-нибудь не видел, ну, уходил мужчина в шляпе с пятого этажа, ты сильно его разглядел. И задача была почувствовать как раз, что за человек мог это сделать. И у нас были такие статистические таблицы, которые на самом деле есть реальная психология. И вот моя задача была, выйдя оттуда, из этой комнаты, следователю дать примерно такую ориентировку. 95% вероятности, что это рыжий. 85% вероятности, что этот человек живет не дальше, чем полтора километра от места происшествия. 90% вероятности, что преступник учился вместе с потерпевшим. И вот по этим вероятностям следователь показывает матери убитого. Она говорит, это же Петька. Может быть, он еще сейчас в аэропорту стоит. Может быть, он пытается улететь. А если вот нет никаких улик, то по этим вероятностям мы начинаем искать. И вот это реальная психология, очень интересно. Примерно то, о чем вы говорите сейчас по этому рыжему. Хотелось бы верить, что это не так. К сожалению, это так. Если убит мужчина средних лет и нет никаких улик, то первый, кого надо искать, это человек, которому этот убитый недавно сделал добро. Помог деньгами. А второй всегда это партнер. И только третий что-то личное. Добавно, правда? Вот она реальная психология расходится с тем, что нам хотелось бы и как нам кажется и то, что написано в учебниках. Можно задам вопрос? Он состоит из нескольких. Я на самом деле подготовил много вопросов, но у нас вообще идет все иначе. Мы как-то в беседу ушли, я пока еще ни одного не задал на самом деле. касательно партнерши. Получается, что если я живу с человеком, которого я не люблю, много очень сейчас в стране разводов. Ранний брак, по ошибке, кто-то по расчету. По моим ощущениям на один брак, два развода. Не все регистрируются, у нас же вчера Госдума приняла решение, что семейный союз и брак приравниваются. Сожительство имеется. Получается, что если человек сделал ошибку, вышел не за того, на эмоциях, по расчету, не важно, не будем вдаваться в подробности. Иногда и по совершенно другим причинам, сейчас объясню. Получается, жизнь не с любимым человеком действительно будет мешать тебе добиваться успеха. Я почему этот вопрос задаю? Потому что один из вопросов был роль женщины в успехе. Потому что мы часто слышим и о том, что женщина очень большую роль играет в успехе мужчины. Вы не слышали мою лекцию «Энергия женщины в себе мужчины». У нас недавно было потрясающее шоу в Планетарии под симфонический оркестр с замечательными музыкантами. Я читал эту лекцию с демонстрацией звезд созвездий как раз Венера, Марс. Было такое интересное, неожиданное совершенно. Лекция про энергию женщин с судьбой мужчин в Планетарии. Смотрите. Первое. Вот я вам подарил книжку Carmalogic про 54 закона кармы. И там есть такой закон. Кстати, у меня нет ни одной рекламы на Ютубе с первого дня существования. И скорее всего и не будет. Поэтому вот это действительно просто подарок. Но я уже с нетерпением сегодня прям начну читать. Друзья. Да, но книжка на 10 языков переводится сейчас, между прочим. Голливуд про эту книгу, как только она была написана, снял фильм. Это результат кроссорсингового эксперимента большого. 300 тысяч человек принимали участие в нем. И там есть такой закон. Не надо быть правильным. Надо быть нормальным. Жить с нелюбимым человеком это аморально. Притом с двух сторон. Особенно, если там появляются дети. Наши дети будут делать так, как мы себя ведем, а не как мы говорим. И еще один закон Carmalogic есть. Ну там более корректная формулировка, но более грубая формулировка. она примерно такая. Не надо жить ради детей. Самое главное, что мы можем сделать для своих детей, это сами быть счастливы. И показать своим примером, как надо строить счастливую, гармоничную жизнь. И не изображать, не делать чего-то ради, а жить, реализовывать себя, радоваться жизни, помогать друг другу, развивать друг друга. Хороший союз. возникает не вокруг общих проблем, не вокруг общих ценностей, не вокруг общего образования, общих увлечений. Когда-то рерихи сказали гениальную фразу. Любовь это не когда смотрят друг на друга, когда смотрят в одну сторону. Представьте, на автобусной остановке стоит толпа людей. Минус 30, им холодно. Их объединяет всех, 30 человек, объединяет общая проблема. Холодно. А вот этот увидел своего одноклассника, подошел к нему, их связывает общая история. Их связывает общая история. А вот этот увидел билет на балет, у него тоже балет, он подходит, говорит, вы увлекаетесь балетом? Да, и они разговаривают о балете, у них общие интересы. А вот мужчина подошел к девушке и говорит, девушка, я вижу, у вас много пирожков, а у меня кофе, а давайте я вам кофе налью, а вы мне пирожок. И они стоят, радуются, что они, у них смежные ресурсы. У вас компьютер и у меня помещение, давайте сделаем компьютерный класс. Здорово. У вас машина, а я водитель, давайте я на этой машине буду возить, будет совместный бизнес. А вот эти два человека, они объединились в какой-то совместной деятельности сейчас, потому что у него арбуз, ему неудобно ее держать на холоде, а у нее сумка неудобная. Он говорит, давайте я арбуз положу в вашу сумку и вдвоем будем держать. О, супер. Так вот, самое-то смешное, что когда подойдет автобус, в автобус надо садиться вместе тем, кому ехать в одну сторону. Независимо от того, какие интересы, смежные ли ресурсы, общая история или что объединяет общие проблемы. Два человека придумали, когда вы говорите, разные причины. Есть еще одна причина, которая вообще с ними не связана. Они решили вместе счастливо жить в Новой Зеландии. Сели в лодку, она на руле, он на веслах, вода, провиант, все подготовили. Любленными глазами смотрят друг на друга, мечтают о том, что счастливо жить и расти их детей в Новой Зеландии. Доплыли до середины Тихого океана и вдруг по радио являются. Вы знаете, льды растаяли, вода поднялась, Новая Зеландия ушла под воду. Они смотрят друг на друга. Ну, она говорит, ну, что, поехали на Бали. Она говорит, что я буду делать на Бали? Я уж тогда в Австралию. Они виноваты, что они сейчас разъедутся? Нет. Иногда причиной того, что люди расходятся, является даже не их конфликтность, а то, что просто мир так изменился, что им приходится поставить новые цели. А для новых целей этот союз уже не дает эмержантности вот этой взаимодополняемости друг друга. Объединяться нужно, когда каждый при этом расширит свои возможности к степени своей свободы. И вот тогда у этого брака, у этого объединения есть правильная внутренняя энергетика. Все другие поводы для объединения порочны и содержат в себе заранее заложенные минусы мобильного действия. Все, кроме цели. Когда ко мне приходит женщина и говорит, Алексей Петрович, помогите, я устала быть одна. Говорю, до свидания. Почему? Если вы сами не знаете, чего вы хотите. Вы мыслите в категориях проблемы. Вы рассказываете про яму, в которой вы сейчас сидите. Вы говорите про яму, а не про спасение. Поняла, я хочу замуж. Девушка, можно так выйти замуж, что будешь завидовать своим незамужним подругам. А как же, как же, как же мне мыслить? Скажите, вы же не замуж хотите. Вы хотите быть счастливой. А у всех разное представление о счастье. Это будет счастливо, когда кота за кем-то спрячется, а это будет счастливо, когда, наоборот, у нее появится лучшая возможность для самореализации. Этот счастлив, когда он творит, а этот, когда ему говорят, что делать, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность. Да, у каждого свои представления о счастье. особенно это связано еще там с межнациональными, межэтническими, межрелигиозными представлениями о месте мужчины и женщины. Кавказ и тюрки на Кавказе у мужчин, вы же знаете, невероятное количество андрогенов, тестостерона, генетические. Никто не обидится, если я скажу, это видно. Обижаются, знаете, иногда. Ну, это так, ну, слушайте, это же факт, что обижаться на факт? Это видно по волосатости, это видно по мускулинности, это видно по структуре тела, это видно по результатам в спорте, в конце концов. Я говорю про в среднем. Это такая особенность, да, но мало серотонина, гормона спокойствия, равновешенности, толерантности, эмоциональной связи друг с другом. И поэтому, кстати, это очень хорошо видно не только там по структуре волос и структуре тела и результатам в спорте, а это видно и по танцам, какие брутальные танцы у кавказцев, да, на носочках, обязательно фаллические, вот эти символика, вот эти все пистоны, обязательно нож, да, очень резкие движения, да, а какие движения у женщины? Ведь мужчины и женщины так устроены, да, что если у мужчины 90% мужского и 10% женского, то он ищет женщину, у которой 90% женского и 10% мужского. Поэтому, чем более брутальный мужчина, тем более такую эстрогенную женщину он ищет, а у нее танец, да ни одного резкого движения, она плывет плавно, ну и место женщины в Кавказе определенное, или тюрки, и кавказец, чуть что, почему без шляпы, сразу в драку, это так устроено, это визиология, да, вспыльчивость, реактивность, да, агрессивность, отсутствие толерантности, это как раз гормональный фон, никуда мы от этого не денемся. А у тюрков, наоборот, высокий уровень серотонина, низкий уровень андрогенов, тестостерона, поэтому тюрок никогда не просится там с тобой драться, он тебя ночью отравит, но он не будет драться. И это видно по танцам, у мужчин и у женщин, у тюрков, в общем, практически одинаковые роли в танцах, это хорошо видно, да, по поднациональным танцам. И вот, природа так интересно устроена по поводу мужчины и женщины. Во-первых, когда мы говорим про мужчину и женщину, нужно отдавать себе отчет вообще эволюционной значимости мужчины. Жизнь на Земле появилась 3,8 миллиарда лет назад. И 3,8 миллиарда лет передача вот этой способности уменьшать антропию, которая является единственным свойством живой материи, передавала же просто делением, почкованием только 500 миллионов лет назад, когда вся Земля наполнилась биоматериалом и уже надо было бороться не вселенской энтропией, а нужно было уже бороться друг с другом, эволюция дала механизм для некоторых живых существ ускорения эволюции. Вот тогда и взлетело количество видов и развития жизни на Земле, когда природа научилась две клетки сливать и обменивать генетическим материалом. И сразу, сразу же потомки, которые рождались, они сразу были разные. кто-то выживал, кто-то не выживал, но эволюция очень быстро ускорилась. Но это были одинаковые клетки. Только 166 миллионов лет назад в одной из аутосом, которая была в виде икса, отвалился хвостик. Было 1600 генов, стало 1200, 400 генов отпало. Появилась иксромосома. Самцов-то, самцы-то на Земле существует всего 166 миллионов лет. Тогда было 1200 генов в иксромосоме. Сейчас в иксромосоме мужчины, как вы знаете, 86 генов, которые контролируют 23, в общем, не очень важных белка. А это означает, что каждый миллион лет иксромосома теряет 3 гена. А это означает, что через 25 миллионов лет самцов опять не будет. То есть природа создала самцов-то всего лишь на 200 миллионов лет, то есть почти 4 миллиардов, то есть всего лишь на 5% времени. Какая-то служебная функция, а функции-то три. Он своей головой проверяет, насколько он приспособлен, и самка выбирает наиболее приспособленного, того, кто сможет лучше заботиться о потомстве. Но генетически он просто более совершенен для этих условий. Она стоит в кустах, это олениха, и ждет, кто из оленей победит, и она оставит потомство от того, кто победил. Ускоряя эволюцию, а на самом деле заботясь о своем потомстве. Второе – это обеспечение всем необходимым, потому что самка, когда заботится о малышах, она не может охотиться, не может добывать, и его задача обеспечения всем необходимым для этого главного процесса продолжения жизни, продолжения вида. И третье – безопасность. безопасность. И вот эти три функции, они являются главными функциями в природе. Для природы же каждый организм не очень важен. Оно примерно так себя ведет, как мы в лесу, когда детям говорим, ребята, не трогайте муравейник, он хороший. Но при этом я смотрю каждый раз под ботинок, чтобы не наступить конкретного муравья. Мне важно, чтобы муравьи были. И в природе важно, чтобы были эти виды, которые она создала. В природе важно, чтобы человечество жило, продолжало, раз оно создало такой вид, чтобы оно свою экологическую нишу занимало. И поэтому, например, вы это знаете, что как только падают эстрогены, вот так взлетает онкология в заместительную терапию. Зачем назначаете? Как только падает тестостерон, как только мужчина перестал втягивать живот, когда рядом проходит красивая женщина, вот так взлетает онкология. И, вроде, не нужны те, кто не собирается размножаться. Согласен. В 41-м году, по-моему, в 40-х годах, сейчас точную дату не скажу, Хаггинс Нобелевскую премию получил, получил как раз-таки за то, что сказал, что у людей, у кого есть рак предстательной железы, у них это связано с тестостероном, но вот тут пошло первое, так скажем, невежество. Тогда была теория, что именно тестостерон вызывает, потому что у человека, у которого есть уже рак простаты, если удалить яички, и очень много лет лечили рак простаты, кастрации, сейчас фармакологический кастрации, тогда деление клеток, именно онкологический, оно замедляется. Но это правило работает на тех, у кого уже есть рак, потому что рак развивается на фоне дефицитного состояния, и сейчас исследования показывают, что если у вас развился рак и развился на фоне низкого тестостерона, то рак изначально более агрессивный, он легче метастазирует, он хуже поддается лечению, шансы, понятно, есть получить рак простаты и у мужчины с высоким тестостероном. А там же, насколько я знаю, вы это профи в этом, но насколько я знаю, очень высокий уровень тестостерона тоже является причиной онкологии. Например, у спортсменов, которые себе колят тестостерон, у них вероятность как раз вот той самой болезни рака яичек вырастает в разы именно от высокого тестостерона, который себе колят. Мы сейчас снимаем большую документальную картину, там порядка 25 экспертов из разных направлений, врач-гипотолог, врач-эндокринолог, и как раз таки она называется тестостерон. И мы хотим показать, что тестостерон, он важен, вред начинается там, где его слишком много, либо слишком мало, то есть важен баланс. А у нас сейчас все пытаются как-то гипертрофированно преподносить информацию. Даже у низкого тестостерона есть свои преимущества, например, вот тема кастрации, кастратов, когда они уходили на госслужбу, тебе гораздо где-то было проще стерпеть, проскользнуть, интриги плести, если у тебя был низкий тестостерон. Поэтому тут кому что. Но мы пришли к тому, что действительно тестостерон должен быть в норме. Ведь тестостерон это ориентир нам по качеству здоровья мужчины, как и качеству спермы. Тестостерон, чтобы был в норме, что нужно? Питаться правильно, не стрессовать, иметь правильные цели, как мы уже поняли в жизни. И действительно, вот через это нужно к нему приходить. Это не про то, что нужно колоть тестостерон. Это надо искать причины, что ты делаешь не так, почему он тебе не в норме. Вот видите, здесь мы опять с вами смежники и союзники. Это очень важно. Люди просто хотят простого решения, и врачи его предлагают. Надо вот эту дорожку, она не такая простая, не такая прямая, чуть сложнее. У каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое и неправильное решение. Проект «Фитнес как наука» это мое детище, которому на самом деле уже 8 лет. Мы очень гордимся этим проектом, потому что через этот проект прошло много тысяч человек. Много тысяч человек стали чуточку красивее, чуточку здоровее, чуточку счастливее. Мы меняем внутренний мир людей и меняем это через преображение здоровья, через преображение привычек, через преображение ценностей. Это проект не только про то, как накачаться или не только про то, как похудеть. Это такое мини-комьюнити. И поэтому с большой гордостью хочу пригласить вас на бесплатный вебинар по тестостерону и на этом же вебинаре ссылка кстати на него под этим видео вы сможете посмотреть что это за проект если вам будет интересно можете к ему присоединиться вебинар бесплатный ссылка в описании кликайте переходите регистрируйтесь жду вас там и вот продолжая про мужчин и женщин и там дальше возникает следующая история что вот вот этот функционал для которого природа создала самца и мужчину очень простой условно условно это можно примерно так представить что женщина она главный организм на земле потому что мужчина только на 200 миллионов лет создан здесь придется это признать ну просто она создает новую жизнь многие же наоборот говорят мужчина вершины эволюции да но создает жизнь новую жизнь продолжение жизни делает только женщина и она получает энергию этого мира на этот процесс и вот ей мужчина нужен для обеспечения вот тех трех функций которые я сказал чтобы он своим примером показал что он имеет лучший генетический материал чтобы она именно от него оставила потомство чтобы эволюция быстрее прогрессировал второе забота и третье безопасность и вот женщина передает мужчине условно энергию и родовые программы родовые программы это цели ценности горизонт запроса смыслы вот стив джобс очень хорошо понял эту эту разницу функционалов у него же не просто было в истории воспитывали чужие люди он своих родителей не знал потом у него долго не получалось выстраивать личные отношения и суть по всему на эту тему очень много думал и это первый человек который капитализировал адекватное понимание вот этого роли роли мужчины и женщины и взаимоотношений капитализировал настолько что компания apple самая дорогая компания в мире она стоит 3 триллиона долларов и понял самое главное что есть аккаунт и он главный а есть устройство для реализации программ этого аккаунта вот аккаунт эта женщина это родовые программы а инструмент для реализации это мужчина и поэтому когда например мальчик ищет себе этом девушку на которой хочет жениться то нужно обязательно посмотреть чего добились отец этой девушки ее дед по матери это означает что у мамы и бабушки а значит у этой девушки есть эффективные родовые программы цели ценности установки передаются по женской линии если отец и дедушка ничего не добились это ничего не значит просто может быть просто был всего лишь одна неправильная программа неправильный выбор мужчины а девушки нужно посмотреть чего добился отец и дед по отцу потому что по мужской линии передаются способность реализовывать родовые программы как iphone он всего лишь без программ баз данных и фотографии это просто звонилка это звонилка с часами стоимость этого iphone а это программы которые он способен потянуть поэтому аккаунт проверяет насколько ты способен потянуть эти программы мы же меняем телефон когда вдруг новая операционная система или запрос на мощность на экран на скорость не удовлетворяют а в iphone надо загрузить программы именно поэтому стив джобс запретил синхронизовать телефон двумя аккаунтами если ты приезжаешь другую страну тебе надо там разорвать аккаунт от него отключиться и подключиться к новому аккаунту либо магазину почему потому что будет конфликт версии баз данных авторских прав лицензии патентов да они разные для разных территорий будет конфликт но при этом тоже стив джобс брачном контракте тоже убил гейтс они разрешили себе измену это следующий вопрос но но здесь вот очень интересно тоже как стив джобс запретил синхронизацию и зарядку от других аккаунтов но разрешил заряжаться от зарядных устройств которым нет синхронизации то есть получить энергию но при этом не синхронизовать родовые программы цели ценности и так далее поэтому когда девушка выходит замуж за молодого человека и обязательно нужно разорвать синхронизацию либо с бывшим либо с отцом если у нее не было бывшего еще а это значит что такое разорвать и уже нельзя ходить за обеспечением условий для жизни и обеспечением безопасности своему отцу она может требовать только от своего мужчины а мужчине нужно обязательно разорвать синхронизацию с мамой это не значит что не поздравлять с праздником или общаться надо перестать обсуждать смыслы например ходить жаловаться на жену и обсуждать что делать с мамой обсуждать что делать женой это нужно обсуждать только своей женой и вот женщина отдает мужчине родовые программы энергию по трем каналам знаете как английская розетка с тремя проводами первый провод это заземление надежность верность искренность женщина ничего не может дать мужчине если она к нему не искренне относится это про ваш вопрос про жить с нелюбимым человеком если там нет искренности ничего не получится она ему дать не дает ни энергии не радовать программ а надежность верность это вот знаете это жизни реализуется мужчина становится сильнее намного сильнее если он знает что даже если я вернусь без ног меня ждут он становится при этом очень сильным это про верность и надежность второй канал это как раз родовые программы это как раз вот разность потенциалов обращали внимание что есть женщины при которых мужчины никогда не матерятся есть женщины при появлении которых всем хочется встать и женщины при которых люди даже не задумываются поэтому если мужчина гуляет это ее родовая программа если он спивается это ее родовая программа у меня была пациентка есть процедура называется перепрошивка я за 20 часов там сначала без гипноза потом под гипнозом как раз перепрошиваете родовые программы они передаются по как раз по женской линии очень важно мужчине иметь правильные родовые программы и вот пришла женщина говорит алексей петрович помогите я четыре раза была замужем первый раз я подумала что ну да я вышла за успешного богатого спился опустился все потерял не тот вышла за второго та же самая история третьего то же самое четвертое тоже богатый успешный и тоже все потерял спился еще руку на меня поднял и только после четвертого до меня дошло это я такая это я и делаю такими сделайте что-нибудь я не хочу пятый раз кому-то портить жизнь себе еще раз и вот это горизонт запроса это тот уровень претензий к этому миру я сыновьям своим всегда говорил я пойму что ты нашел правильную девушку если я приеду к тебе домой а там дома вчера была грязная посуда грязная ванна грязные постельные белье никто не мыл не пылесосил уже там несколько месяцев а сегодня приехал там чистота все помыто все блестит чистое постельное белье про припсосили даже постирали шторы не потому что она это сделала потому что ты это сделал сам понимая что тот мир в который ты жил вчера ты ее в этот мир привести не можешь она не может ты не можешь сопоставить ее какая она с тем куда ты приводишь а когда ты ее добьешься и она станет твоей женой то очень быстро поймешь что-то квартира в которой живете она не жить не может та машина в которой вы ездите это не для нее та одежда который ты покупаешь не соответствует ее какая она и ты начнешь тянуться ты начнешь тянуться дело в том что психотерапии сейчас много говорят о том чтобы изменить человека взрослого человека изменить очень сложно мало того это опасная история чек пришел с просьбой бросить курить у меня недавно был парень россия петрович мне врачи сказали надо срочно бросить курить расскажите о себе а зачем закодируйте чтобы я под гипнозом чтобы я бросил курить кто-то чем занимаешься расскажи о себе а зачем я ж когда в зубном прихожу не спрашивают женатый или нет я спрашиваю тебя же в голове не зуб ну я там креатор в креативном агентстве а можно эти тест дам вот такой заполняет тест не умеет общаться не умеет знакомиться не умеет входить в новую коммуникацию не умеет снимать стресс не умеет организовывать время до не умеет входить вот в это креативное состояние без сигареты суши эти конечно закодирую только ты через полгода придешь гастрон террологу с язвой либо к наркологу с алкоголизмом почему да потому что тебя через два месяца уволят может и за два месяца ничего не придумаешь ты же ведь все придумываешь стоя сигарета и вдыхая дым откуда вы знаете ты же ешь перерывы на работе которые нужны или повышение эффективности только для того чтобы выйти на улицу ты же знакомишься или общаешься только подойдя ребят есть закурить тебя другого механизма нет ты не умеешь по-другому все эти функционалы все эти намерения которые у тебя есть социализации снятия стресса креативности сделание перерывов это же все у тебя реализуют сигареты пока я тебя не научу все это делать по-другому все эти намерения реализовывать сигареты для тебя единственный способ это решить тебя не так много вариантов вот когда я тебя научу вот увидишь она у тебя идет сама потому что организм сопоставляет вред и пользу суммарной пользы сигареты тебе сегодня для всех твоей функции окажется больше чем вред этого никотина и когда я научу тебя другим вещам он сам пройдет тогда мне будет очень просто тебе помочь но человека нельзя изменить может любое изменение изменяет баланс внутренних вот этих вот этих противовесов у каждой наша черта даже самая негативная черта всегда является оборотной стороной какой-то позитивной черты убрав это мы тут же рушим равновесие а вторая черта лежит на 1 а 3 на 2 и вот вот эта конструкция любую палочку вытащи все развалится любая даже самая минимальная черта может развалить весь организм поэтому когда человек меняется сам это происходит органично и экологично когда его меняют насильно это может очень небольшие изменения могут разрушить личность полностью если она ему декларирует свои запросы и говорит это не форме что ты должен а я мечтаю о то у него появляется потребность это реализовать и для этого поменяться самому если она ему говорит что ты знаешь мне плохо когда так поступаешь то только он сам может поняв что я этого плохо поменяться вот если не возникает желание дать ей то о чем она мечтает и ради этого измениться или перестать делать то что доставляет ей там неприятность или боль и для этого измениться то это все что угодно только не любой и третий канал по которому женщина передает мужчине энергию это эротизм не сексуальность сексе мужчина ничего не получает там маленький оргазм относительно женщин дал ему в конце чтобы он просто довел до конца застимулировав пройти тест гто в которого он проверяет насколько он способен там повышенному давлению повышенному сердцебиению насколько он способен драться за 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 защиту потомство ее то есть такой тест гто не прошел потому что старый или больной не дается право отдать генетический материал природа очень умно придумала но эротизм эта эстрогенность да которая которая проявляется в женственности поведения мышления например в японии только что вот японии мы в шоке были в японии сексуальность не связана с телом японского мужчину одета и гейша возбуждает намного больше своим мышлением поведением и танцем чем если бы она разделась и даже японская порнография она же отличается от европейской она считается самой эротичной в мире она отличается от европейской не тем что там что-то другое когда разделись то же самое она эротичная за счет поведения девушки поведение вот это искреннего смущения искреннего страха искреннего желания искренности возбуждает же не раздетость и искренность проявлений своих внутренних вот как бы раздетость эмоциональная а не раздетость физическая и вот она дает ему эту энергию родовые программы а задача мужчины это реализовать это пире упаковать в физической форме и он должен ей вернуть тоже по трем каналам первое забота они доме а детях второе ощущение безопасности вы же знаете часто бесплодие является просто отсутствием ощущение безопасности будущем у меня было много случаев когда просто я просил мужчину отводил сторонку слушать 12 кого ну хватит уже мучить женщину скажи пожалуйста честно только честно скажи вы говорите что муж и жена это жена да нет зачем вы видите какие у нас отношения или слушай у тебя много у вас много семейных друзей которые развелись и потом мужчина там все отобрал в общем почти все ты думаешь она это тоже не знает не потому что ты плохой просто жизнь такая она не чувствует себя безопасности заключить не брачный контракт чтобы она почувствовала что если она родить детей то ей будет на что жить даже если просто не потому что ты плохой с тобой что случится они подписываются брачный контракт через неделю это 12 лет пытались через эко забеременеть может ее считали бесплодной через неделю сами забеременели просто она успокоилась тревожность мешает тревожность останавливает до кровоснабжения половой системы часто бывает не получается не получается полетели на мальдивы полетели там в турцию отдохнули отдохнули успокоились конечно да там бывает историю напились после концерта ну да случилось случилось расслабилась вот первое ощущение безопасности второе забота и вот третье это секс если мужчина ей вернул то что она ему передала притом дает она не свою энергию она ему добавляет только родовые программы эти рамки потолки куда допрыгнуть а энергия это мира но она туда если он и возвращает все это и не приходится докладывать своего а если он и возвращает меньше чем она ему отдала туда 40 лет до 40 лет у человека есть некая внутренняя батарейка где можно еще подпитаться ну потому что организм человека создан на 40 лет вы знаете наши предки жили 40 лет первобытные обезьяны живут 40 лет а мы же себя вытянули в сто лет вот этой вот этим органам до через цели смысла и ответственности мечты а если он ей возвращает достаточно то она счастлива и она переходит на какой-то другой квантовый уровень она сегодня дала ему 20 ватт завтра до 25 послезавтра 30 и вот так растут мужчин когда все больше и больше за счет того что она счастлива а если он ей не додает то до 40 лет она подсасывает из батарейки но при этом быстрее стареет а после 40 уже начинает кредитоваться у собственного здоровья и как правило у женского здоровья не зря говорят наверно хочешь что-то рассказать о себе как о мужчине показать покажи женщин когда ко мне приходят министры олигархи и говорят что им надо перейти на новый уровень первое что я делаю прошу привести его пару и только по ней я понимаю его потолок как вообще правильную цель поставить потому что движение без цели это хаос вы можете потратить много сил метаясь на одном месте не двигаясь к цели фрейд когда вел когда-то вел этот термин интроекция интроекция это присваивание себе чужих целей думая что они твои это например фильмах насмотрелся в детстве на качков начинаешь качаться друзья все пошли в бизнес ты пытаешься за ними тянуться начинаешь бизнес это так это либо взятие целей из оттуда и сверхсознания надо должен там для страны что подумают родители родители то там общественное мнение либо из логики потому что это выгодно потому что это престижно потому что это полезно потому что это не опасно и тогда только цель поставленная с учетом запросов бессознательного поддерживается бессознание а бессознательное оно как завскладом да у него все есть таланты способности иммунитет память внимание интерес сосредоточенность целеустремленность да это все все и всем этим горящие глаза всем этим управлять бессознательно поэтому когда бессознательное согласовало с сознанием тогда начинается результат но мы не привыкли слышать то что бессознательное говорит мы с детства в европейской культуре воспитаны что нам скажут что мы хотим петь иди домой мамочка я хочу кушать нет сынок ты хочешь спать мы привыкаем с детства что мы скажем детям что они хотят потому что нам говорили что мы хотим и мы теряем эту способность и такой человек приходя в ресторан уже взрослым садится берет меню он не знает что он хочет мясо или рыбу если он не знает хочет мясо или рыбу а чего он взял что у него есть инструменты выбрать между этим и этим человеком для создания семьи этой или этой профессии этим или этим партнером и уж точно не почувствовать что не надо садиться в этот самолет и вот прокачка этой способности слышать себя свои собственные сигналы оттуда бессознательно это важная способность она создается через несколько видов инструментов первое это спорт на работа с телом диалог с телом слышать свое тело договориться со своим телом получить результаты благодаря тому что ты договорился с телом это один из каналов прокачки второе это творчество любое артистизм музыка рисование лепка танцы любое творчество это трансовое состояние в котором я начинаю слышать себя меня на факультете у меня сегодня будет сбор выпускников университета у нас университет небольшой новосибирске и мы все очень дружим на несколько лет младше меня учился парень по моему на химии и вот он поступил полгода проучился и он насколько я помню сам ушел со словами ребят ну не интересно но не мое он почувствовал я не знаю какой был стан химик он стал очень хорошим актером володя мошком и все включая его от этого только выиграли да и вот услышать себя через творчество я думаю через творчество как раз он и почувствовал следующие это сейчас многие увлеклись такими иньскими видами спорта виды спорта где нужна не сила чтобы продавить внешние какие-то преграды типа бокса или там или беговых лыж или в виде виде там гребли а иньский где нужен баланс где нужно научиться чувствовать вот как уносима талеба в антихрупкости прилаживающее взаимодействие с миром научиться чувствовать потоки внешних энергий не сопротивляться им а играть с ними танцевать с ними и поэтому вот этот танец со своими энергиями это джи чуань цигун йога работа со своими энергиями своим дыханием со своим телом это кайт виндсерфинг заметьте как увлекаются люди сейчас йогой кайтами здесь без сердца сейчас больше занимаются теми видами спорта где не нужно преодолевать сейчас не боксом идут заниматься в основном до айкидо йогой вопрос можно сразу я джи джи ци занимаюсь с восемнадцатого года там с одной стороны сила нужно там и то и то и я вот пришел уже к тому что достаточно сильный по природе и я там где не хватало техники передавливал силы я сейчас с собой борюсь чтобы пытаться решить проблему не через силу а через тех а возьмите 10 уроков айкидо и поймете телом головой не получится головой не получиться возьмите 10 уроков айкидо и вы почувствуете что такое сопровождать процесс почувствовать его силовые линии и использовать эти силовые линии там же вообще не нужно села мало того айкидо единственный вид спорта единоборства где нет весовых категорий потому что совершенно все равно сколько весит партнер потому что он вкладывает в падение собственную силу отец очень любил айкидо он очень любил стивена сигела меня с стивеном познакомили это было буквально два-три года назад так что видимо надо попробовать попробуйте 10 уроков я вот взял специально специально несколько уроков чтобы телом почувствовать а женщинам эту низкость лучше почувствовать через аргентинское танго именно аргентинское танго не тут нет ни другие потому что там очень правильно распределены роли мужчины и женщины мужчина ведет она сопровождает и украшает его движение для этого нужно должна предугадать вот то самое предугадывание которое прилаживающее взаимодействие и у танцоров аргентинского танго по пятницам по ночам они всю ночь танцуют называется мелонги когда они приходят разные клубы незнакомые танцоры и каждые три танца нужно менять партнера чтобы научиться стилю любого как бы вот женщина должна почувствовать как с разными стилями с разными техниками танцевать вот это совместный танец так как гипноз гипноз это совместный танец гипноз совместный танец это это императивный такой советский гипноз советская школа там сейчас вы не можете рожать руки хороший глубокий то что называется александр ский гипноз это совместный танец мы вместе танцуем мы вместе сочиняем стихи и мы вместе плывем вот в одних волнах и тогда получается без нажива без передавливания без без разрушения вот этой защитной оболочки во что человек не защищается он танцует с тобой и так много людей сейчас увлеклись медитациями к сожалению 90 процентов людей кто говорит что занимается медитациями просто сидят закрытыми глазами медитативное состояние должно обязательно опереться на от traumatic и физиологический процесс который называется дефолт состояние мозга мозги разные состояния и разные зоны мозга участвуют в тех состояниях но есть одно состояние особенно называется дефолт а не мозга сейчас им просто нейрофизиологи просто вот толпами туда идут изучать это состояние Почему? Когда ретикулярная информация, отвечающая за анализ сигналов внешней среды, не находит в внешней среде сигналов, которые представляют интерес либо опасность, практический интерес для выживания, для обмена веществ, она начинает успокаиваться. Примерно так же, когда кошка, после того, как она искала мышку, она ложится, засыпает, а ухо продолжает слушать туда, откуда был шорох. Эта еще ретикулярная информация находится в возбужденном состоянии. И только когда она полностью расслабится и ухо опустится, только тогда ретикулярная информация успокоилась. И вот когда происходит успокоение вот этой структуры, раз во внешнем мире менять нечего и не надо ни к чему адаптироваться, потому что ничего не происходит, все сенсорные камеры мозга обращаются внутрь тела. Ну, примерно то же самое, что когда гости ушли, и для них уже ничего не надо делать, тогда можно помыть посуду и починить лампочку. И вот когда нет вот этих возбуждающих и требующих какой-то реактивности сигналов внешней среды, все камеры организма разворачиваются внутрь и начинают смотреть, что там сломано, а здесь какой параметр, а здесь как это починить, и начинают чинить. Вот возникает то самое, что называется натуропатия, когда организм сам запускает механизмы самоизлечения, начинает фиксировать, замечать, не адаптировать уровень кортизола, глюкоза, кислорода, подактивную, готовится к чему-то, а начинает просто чинить. Когда ток выключили, можно что-нибудь подпаять. Только в этом состоянии человек может почувствовать, что и сколько ему есть. Сейчас очень модно интуитивное питание. Но заниматься интуитивным питанием, если не научился слышать, сколько чего тебя съесть, вот этот канал не прочистил, ты будешь есть все подряд. Вставай ночью, ешь торт, говорит организм. Да, кстати, там тоже интересный один механизм есть. Сейчас поговорим об этом. И дальше только в этом состоянии я способен услышать свои цели, услышать, что я что-то не так делаю, почувствовать те ли эти отношения, которые мне нужны. Только в этом состоянии возникает вот эта интуиция, касающаяся моей судьбы. Проблема в том, что в коммуникации есть несколько стратегий. Первая стратегия коммуникации – это манипулирование. Манипулирование – это всегда уменьшение количества степеней свобод. А вторая стратегия коммуникации – это развивающая коммуникация. Это всегда увеличение количества степеней свобод. Здесь после общения, у человека было пять вариантов, и уходя, он понимает, что у него осталось три – это манипуляция. Самая страшная манипуляция – это совет. Остается только один. А здесь он пришел с тремя вариантами, а уходит, оказывается, еще два есть. Это развивающая коммуникация. И вот самая страшная манипуляция – это совет. Поэтому я всегда остерегаюсь давать совет. Ну, как психотерапевт, я не имею права давать совет. Только как консультант. Я могу попросить совета у кардиолога, потому что он сердце – объект совета, знает лучше, чем я. Я могу попросить совета у уролога, такого профи, как вы, потому что вы с утра до вечера этим занимаетесь, у вас там тысячи пациентов, случаев, вы знаете всю литературу, вы понимаете очень глубоко. Поэтому я могу попросить совета, потому что тему, на которую я прошу совета, вы знаете в сто раз лучше, чем я. Я могу дать совет по избирательным компаниям, по брендингу, трансформации корпоративных культур. Я эту тему очень хорошо знаю. Я на кончиках пальцев у нас. Сотни исследований постоянно, читаю всю литературу. У меня за плечами огромное 400 избирательных компаний, 400 проектов в брендинге, маркетинге. Единственная тема, по которой нельзя спрашивать совета – это моя жизнь. Нет человека, который мою жизнь знает, как я. Поэтому есть специальные техники, которые мы обучаем, где мы создаем советчика из себя в успешном будущем. Джон Гриндер, создатель НЛП, придумал основу этой технологии. Сейчас за 50 лет мы очень сильно ее усовершенствовали. И мы действительно сейчас обучили обходить родовые программы и оттуда из будущего рассказывать себе в прошлое, в сегодня. Как поступить. Как поступить, что выбрать, что твое, что не твое. Оттуда из своего счастливого будущего. Несколько человек приехали ко мне с какими-то невероятными подарками, со словами «ты спас мне жизнь». Я говорю, не я, это ты себе из будущего спас себе жизнь. И вот это дефолт состояние, оно сейчас под прицелом, оно очень интересно, потому что это и есть состояние творчества, где человек не копипастит, а создает что-то свое. Но оказалось, что эта регулярная информация, она капризная штука. Она успокаивается не раньше, чем через 25-30 минут после последней смски. Она очень долго успокаивается. При тренировке она может начать успокаиваться раньше. И поэтому во всех учебниках по креативности написано, регулярность, ежедневность креативности создает у тебя способность в это состояние креативности, дефолт состояния, входить быстро дальше. Люди, которые занимаются медитациями каждый день, уже могут в это состояние входить. А трансовое состояние, помните, Милтон Эриксон говорил, трансовое состояние терапевтично само по себе. Даже если никакой технологии, алгоритма нет. А с технологией, алгоритмами там можно вообще невероятные вещи делать. То есть правильные медитации могут дать очень сильный эффект, и с хорошим тренером ты это делаешь. Не просто сидишь с закрытыми глазами и вошел просто в трансовое состояние, отпустил. А когда есть некий алгоритм изменений, потому что целью-то все-таки является некое изменение. Но для этого изменение – это процесс. Процесс не может произойти, если нет алгоритма. Его надо задать. То есть нужно понимать, что ты там делаешь. Когда человек выходит из медитации, я говорю, скажи, алгоритм, что ты там делал? Что ты имеешь в виду? Все, ничего не делал. И вот это состояние сейчас привлекает интерес. Но это же не только сидение в позе лотоса и медитирование, как делают йоги. Это же творчество – это и есть медитация. Трансовое состояние, в которое я впадаю, когда гуляю по лесу, отключив телефон, и прагматично не интересуясь, сколько здесь кубометров, или как поймать этого соловья. И когда я просто растворяюсь в природе, вот общение с природой имеет терапевтический эффект как раз через вот это дефолт-состояние. Когда я сижу и ловлю карасей, которые, в общем, мне не очень нужны, я их выпускаю, я же в этом дефолт-состоянии, ничего важного не происходит. Когда я смотрю на огонь у костра, когда я смотрю на волны у моря, или когда я пришел на симфонический концерт, вышли музыканты, я еще наблюдал, но когда они начали играть, мой мозг понимает, что полчаса ничего не будет происходить. Те, кто регулярно ходят на концерты или в музеи, они умеют в это состояние входить очень быстро. Уже через 5-10 минут они могут войти в это состояние. И те, кто регулярно садится и творит, пишет, сочиняет, лепит, рисует, танцует, в это состояние входят очень быстро. И тогда мозг начинает лечить. В этом и есть психотерапевтическая функция и искусства, и природы, и танца, и музыки. Потому люди, которые тратят на это время, в общем, дольше живут и лучше себя чувствуют. Самые долгоживущие категории на Земле профессиональные – это селекционеры, коллекционеры, дирижеры, ученые. Те люди, у которых цель за пределами жизни. Мы же вытянули себя с сорокалетия, с организмом на 40 лет нацелен. Природа дала только на 40 лет. Поэтому, может быть, 40 не празднуют. Поэтому в 40 обрушается огромное количество функций, начиная от зрения, кончая у кого-то потенцией. В 40 сильнейшие гормональные изменения. И человек вытащил себя как раз смыслами, целями. Цель собирает твои ресурсы. Вот вы задали вопрос про цель. У меня есть такая метафора. У каждого человека очень много ресурсов. Учился с этими ребятами, ходил на такие-то курсы, прошел тренинг, ходил в музыкальную школу, занимался спортом, знаком с теми-то. Работал там-то, путешествовал там-то. У каждого человека огромное количество ресурсов. У нас третья книжка «Кармологик», «Кармомэджик». Как раз 54 ресурса личного импаунента. Там есть тест, проходишь тест, и прямо в графике видно, какие ресурсы недоразвитые. А в книге написано, как развивать. Системное мышление, память, внимание, дыхание, репродуктивная система, иммунитет, питание, качество. И эти ресурсы все, они у нас находятся в таком пассивном состоянии, знаете, в таком же, как елочные игрушки летом. Они в коробках лежат, пылятся, мешаются, лишнее место занимают. Но при этом самое главное, они не работают. Но это все только до тех пор, пока кто-то домой не принес елку. Как только кто-то принес елку, вдруг оказывается, что елка – это некий стержень, на котором все игрушки заиграли одновременно. И их одновременно видно. И мишура нашла свое место. И звезда, которая мешалась все время летом везде. И гирлянды. И это все заработало. Вот елка – это и есть цель. Цель – она сама по себе собирает все твои ресурсы. Мозг для того и создан, чтобы скоординировать все внутренние процессы и привлечь необходимые из окружающего мира внешние процессы и ресурсы, для того, чтобы оказаться там, куда ты внутренне смотришь. Когда бежишь по лесу, да не надо смотреть на ноги и на кочки. смотри туда. Мозг так устроен, что он сам найдет на какую кочку, на какой камень, где перепрыгнуть, где поднять давление, где подпрыгнуть, где присесть. Он сам распределит. И центр тяжести, и распределение нагрузки мышц, и энергетику, и дыхание. Все сделать сам. Ты просто смотри, куда ты бежишь. Когда забиваешь мяч в ворота, да не надо смотреть на мяч, не надо смотреть на инструменты. А деньги – это инструменты. Не надо смотреть на ботинок. Мозг сам рассчитает траекторию, с какой силой, какой точкой ботинка, по какой точке мяча надо ударить, чтобы, облетев двух защитников, с поправкой на ветер, мяч влетел в девятку. С учетом еще и даже стилистики, и привычек вратаря. Да нет компьютера еще, который способен бы рассчитать такое количество комбинаций. Мозг умеет это делать. Поэтому надо ему довериться. Количество операций, которому мозгу необходимо, чтобы ударить по мячу и попасть в ворота, в сто раз меньше, если не в миллион, чем количество операций, которые нужно мозгу для того, чтобы заработать на дом, на берегу моря. Единственное, что надо понимать, что эта цель должна быть твоя. Изнутри тебя должны реализовать твои потребности. Парень недавно пришел. Алексей Петрович, не могу реализовать свою мечту, вот моя цель. А какая у тебя цель? Я хотел бы в своем родном городе посадить 10 тысяч деревьев. И что получается? Нет, зарабатываю только на жизнь и не могу отложить ни копейки. А это моя мечта. Я говорю, знаете, матовичек, я вам не помогу. Почему? Я не верю, что это ваша мечта. Как это? А я не верю, когда в мечте нет тебя. Бессознательное не мотивируется ни суммой, ни деньгами, ни благами, ни надо стране, ни моему родному городу, ни миром во всем мире. Бессознательный марик и ребенок, который не может хотеть чего-то, что хотеть надо. Оно не может хотеть мороженое другому мальчику. Оно не может хотеть вот эту красавицу, в которую ты влюблен, лучшему другу. Так не бывает. Я не верю, когда мне про это говорят. Если бы ты пришел мне и сказал, Алексей Петрович, я влюблен, я безумно люблю эту девушку. Девушка сказала, ее отец, что она станет моей женой, если я посажу 10 тысяч деревьев. Вот тогда я тебе помогу. Нельзя мечтать о пятимиллионах. Но можно мечтать о доме на берегу моря, где ты, твоя семья, твои дети, твои родители будут счастливы. И вот эти образы, как купаются дети, а вы сидите там в шезлонге на берегу и с родителями, и с любимым человеком, и вы счастливы. Мозг сам найдет, как заработать деньги, чтобы это произошло. Деньги чаще всего не приходят, когда ты собираешься их неправильно потратить. А неправильно — это значит не на реализацию своих собственных потребностей и намерений своего бессознательного. Друзья. Часто рядом с нами люди, которые нам не друзья, а потому что мы вместе учились, потому что жизнь так свела вас. А те, кто действительно нам на самом деле друзья, мы их не считаем друзьями. Я занимаюсь психологом, и она мне говорит, вот есть круги. И самым первым должен быть твой отец, твоя мать, твоя жена, дети. И если ты туда заводишь друга, то первым вылетит из этого круга, либо пострадает тот, кто туда попал последним. Например, твоя супруга, либо твой ребенок. Как понять? Дайте совет, что человек, который находится рядом с вами, это друг, и надо с ним условно быть поближе, держаться его, либо это враг на самом деле, потому что мы часто заблуждаемся. Дайте вот, что такое друг вообще? Нужно ли их выбирать? Либо просто надо жить, и неважно, кто рядом с вами? Сложный вопрос. Во-первых, я не даю советов. Во-вторых, это очень субъективные вещи. То есть у каждого вообще свое представление о дружбе. Кто-то говорит, у меня много друзей. А может быть много друзей? Думаю, что нет. Да, то есть у каждого свое представление о личном пространстве, и кого я впускаю в личное пространство, это зависит от того, у кого личное пространство, это пять метров, или это два, или это метр. Поэтому те, у кого личное пространство, вот пять метров, наверное, много, те, у кого метр, наверное, это один какой-то друг. Но, вот я не случайно эту метафору привел с автобусом и 30 людьми, стоящими на остановке. Есть ли объединение по смежности ресурсов, по общности истории, по общим интересам, по общим проблемам, то в случае, если разойдутся цели, отношения будут разрушены. И поэтому объединяться надо с теми, кто смотрит туда же. это, даже если вас разъединяют образование, опыт, ресурсы, общие цели заставят вас, да, когда вам надо вместе выживать для того, чтобы спастись, вы объединяете ресурсы, просто заставляет, заставляет, заставляет цель. Во-первых, надо понимать, что ничего не бывает вечно. У меня было несколько клиентов, которые обратились. Алексей, проведи стратсессию. Хорошо? Стратсессия с кем? Ну, моя команда. А что будете делать? Стратегию на 5 лет. А можно я поизучаю? А зачем? Ну, проведи нам стратсессию. Можно я поизучаю? Что это за люди? Поизучал, сажусь с ним. Скажи, вот этот человек, почему с тобой? Ну, это мой финансовый директор. А что такое? Почему он финансовый директор? Ну, ты знаешь, он очень любит деньги, он у меня очень много зарабатывает, поэтому он со мной. Хорошо? А вот этот, это мой лучший друг, мы с ним вместе учились в институте, в школе, и поэтому он отвечает за безопасность, я ему доверяю. Он с тобой, потому что вы друзья. Да. Что, плохо? Хорошо, все хорошо. А вот этот человек, а этот человек со мной, ты знаешь, он такой любит статус, у него отец был большим начальником, у него машина даже лучше, чем у меня, кабинет, он едет на все представительные мероприятия с президентом, встречается на все довоз, его сюда ездит, он представляет нашу компанию, дает себе интервью, для него важно статус, какая машина, какой кабинет, а я ему такие условия создал, поэтому он со мной. Плохо? Да нет, все хорошо. А вот этот почему? Ну, это наш главный инженер, мы реализуем его технологию, его идею, да, и мы положили много денег, то, что мы работаем по его технологии, он со мной, потому что мы, фактически, это механизм, который реализует его мечту, его идею. Ну, все, делаем статус сессию. Говорю, интересно, дай мне еще пять минут, и ты сам скажешь. Смотри, я прочитал у вас в документах, что вы собираетесь переходить на новые технологии. Ну, да, технологию не этого главного инженера. Нет. А он, что, смириться с тем, что вы отказались от его технологии? Ну, да, ты прав, он уйдет. Куда? Ну, к конкурентам со своей технологией. Судя по всему, очень скоро. Ну, да, мы технологию запускаем на следующий месяц. Но для новой технологии вы собрались инвестировать? А для этого, я так слышал, вы хотите отказаться от прибыли и дивидендов в течение нескольких лет? Ну, да. А вот тот, кто любит деньги у тебя, ему через пару лет на пенсию, ему же перед пенсией на это много денег заработать. А вы отказались от дивидендов и премий? О, черт, точно. Да, да, конечно, он денег не будет, он тоже уйдет. Куда? Ну, за свой бизнес конкурентный, либо конкурентом. Ага. Скажи, пожалуйста, а вот тот, который статус любит, который у тебя там, а я слышал, у тебя сын возвращается из Гарварда, и ты его хочешь на его должность? Ну, да, ты прав. Угу. Он же тоже уйдет конкурентом? Ну, да. А самое главное, смотри, вот это твой друг. Слушай, я три дня всего лишь пообщался с твоими коллегами, даже я знаю, что ты спишь с его женой. Но он же это узнает. И как раз вот он, остальные бы простили, а он нет. Он будет твой злейший враг. Он тебя разрушит, уйдя из компании. Ну, в общем, да. И ты хочешь с этими людьми обсуждать стратегию на пять лет, в ответ тишина. Обязательно нужно понять, почему этот человек с тобой. И понимать, что если вдруг фактор, который вас ближает, изменится, ты решишь изменить направление своего движения, может так случиться, что этот человек окажется на другой стороне реки. Твой лучший друг может влюбиться в твою жену, и все, что ты ему рассказываешь про своих там любовниц или похождения, через какое-то время использует для того, чтобы тебя развести. Интересно. Последний вопрос, так как вам уже нужно ехать на выступление, можно ли по жестам, по внешнему виду человека, по тому, как он излагает, смотрит на вас, что-то вот вы про ментализм рассказывали, сказать у человека. Ну, например, вот я сижу напротив вас. Ну, я про вас уже достаточно много знаю. Многие же люди носят маски и в жизни, и в интернете они другие. Да, в жизни и в интернете другие, но либо в ситуациях опасности, либо в ситуациях неожиданных, непредвиденных каких-то событий, и они себя выдают. Вот когда они перестают себя контролировать, они себя выдают. Поэтому мы именно такие ситуации создаем или ловим. Есть такая даже профессия, у нас есть Академия социальных технологий, в которую входят ведущие практики психологии, переговорах, НЛП, политологии. И вот у нас есть кафедра профайлинга, как раз есть специалисты, которые этим занимаются, помогают службам, помогают в переговорах бизнесменам. Это такая специальность, есть много индикаторов, по которым можно понять, о чем думает человек, как он думает, какой процесс в нем происходит. Я обучаю этим индикаторам на тренингах, так же, как мы разведчиков, контрразведчиков этому учим, достаточно много инструментов. Можно много сказать, но понятно, что не тогда, когда человек сидит перед камерой, и не тогда, когда он что-то делает специально, понаблюдать за ним в тех ситуациях, где он себя не контролирует. Либо вывести ситуацию из-под контроля. Техника называется разрыв программы. Вот когда я понимаю, что ко мне придет очень серьезный начальник, и он настолько себя контролирует, что он скажет, и настолько он привык постоянно наблюдать за собой, что с ним будет не очень просто войти в гипноз, потому что он все время за собой наблюдает со стороны, он все время контролирует любой процесс, он все подвергает сомнению. И мне очень сложно будет даже с моим авторитетом, раз уж ко мне пришел, значит, у меня есть какой-то авторитет в его глаза. И тогда я просто делаю разрыв шаблона и вывожу его на секунду в зону, где он не знает, что делать. И вот это та самая ситуация, в которой я очень просто вывожу состояние гипноза. Ну, например, этот человек входит, я иду к нему с протянутой рукой. Он входит, новая комната, он не знает, что здесь будет происходить, он тянет мне руку, а я, подходя к нему руку, провожу мимо его руки вниз, сажусь и начинаю завязывать шнурки. Он стоит с протянутой рукой, он не знает, что делать. Вот в эту секунду, вот в секунду он не знает, что делать. Когда человек, который протягивал его руку, просто сел и связывают штучки. Если в этот момент подниму глаза и скажу спать, он уснёт. Если у человека нет собственной программы действий, тогда он делает то, что ему навязали. А человек, у которого есть своя цель программы действий, с ним работать уже нужно, сопровождая эту цель, вместе с ним плывя к этой цели, тогда это его успокаивает, тогда он не сопротивляется. Айкидо. Поэтому вот эти аксарианские техники оказываются очень эффективными, потому что нет сопротивления, ты ничем не борешься, ты с этим человеком танцуешь. Человек, который знает, куда идёт, к нему никогда не подойдёт гадалка, цыганка на Арбате. На золотее ручку. Потому что если он бежит, у него записка, что купить, какое время принести от жены, что здесь лук, здесь огурцы, здесь помидоры, к часу быть дома, цыганка к нему не подойдёт. Цыганка подойдёт к тому, что не имеет цели. Поэтому, если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Это один из законов кармаложек. Обязательно прочту от корки до корки. Спасибо вам большое. Я ни на секунду не пожалел, что я вас пригласил. Совсем прошло всё. Хотя не задал ни одного вопроса, который собирался. На самом деле, в процессе вашей речи я получил очень много на самом деле ответов на те вопросы, которые хотел задать. Лучше, что прошло так, как прошло. Это было круче. Я тоже так считаю. Спасибо вам большое. И желаю вам удачного выступления. Спасибо вам. Я на самом деле никогда не хожу на разговоры с людьми, которые мне самому не интересны. Я не очень занимаюсь собственным пиаром. Это так просто получилось. И поэтому я хочу от каждой встречи, каждого разговора сам получить удовольствие от общения с умным, интересным мне, человеком. Жизнь одна. Даже пять минут времени не хочется тратить. Не ради какого пиара. Общение с теми, кто тебе не интересен. Я огромное удовольствие испытал общаясь с вами. Спасибо большое. Благодарю. Надеюсь, теперь мы будем еще и вместе сотрудничать и помогать друг другу с нашими пациентами. С большим и великим удовольствием. Спасибо.